Всем добрый день! Сегодня я готовлю самые ленивые пельмени, которые можно только себе представить. Я их еще называю пельмени-растрепки. Для этого нам нужен фарш. У меня смешанный фарш средней жирности. К фаршу добавляю измельченный репчатый лук, соль, перец и кориандр. Можно сюда также дополнить фарш любыми своими специями, которые вы обычно используете для приготовления фарша для пельменей. Один небольшой зубчик чеснока. Можно также и без чеснока приготовить этот фарш. Добавляю муку. Сначала две ложки и затем еще одну ложку. Именно мука в этом рецепте, она придаст вкус настоящих пельменей в готовом блюде. Перемешиваем до однородности. Выкладываем на тарелку и формируем такую мясную толстую лепешку высотой приблизительно 2 сантиметра. Ложкой хорошо ее утрамбовываем, чтобы мясо у нас спрессовалось. В сковороду я добавила небольшой кусочек топленого масла или сливочное. Добавьте. Разогреваем хорошо сковороду и выливаем воду. Воды примерно 120 миллилитров. Если в процессе вода выкипит, добавьте еще немного. Двумя десертными ложками я формирую ленивые пельмени. Одной ложкой набираю фарш и второй сверху придавливаю. Придавливать можно также просто рукой. Ложку и руку можно намочить в воде, тогда легче будет работать. И так формируем все ленивые пельмени. Для того, чтобы сделать пельмени, можно использовать столовые ложки. Тогда они будут пельмени побольше размером или чайные ложки. В зависимости от того, какие пельмени по размеру вы хотите сделать. Накрываем крышкой и варим пельмени 10 минут. Пельмени готовы. На тарелке у меня салатные листья и выкладываем сюда пельмени. Они отлично держат форму. Вот такие пельмени у нас получились. И я немного еще добавлю. У меня маринованный лук и свежая петрушка. Сметана. И на сметану можно еще посыпать красный, черный молотый перчик. Пробуем и наслаждаемся нашими ленивыми пельменями за 2 минуты. Вкус у них настоящих пельменей. Когда вам очень ленно и не хочется ничего готовить, приготовьте эти пельмени. Всего доброго и до новых встреч!